МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Николай Вешта, автор проекта парка «Доступная природа», который открылся в Рязани. Здравствуйте! Здравствуйте! А, Николай, ну вообще, как появилась идея открыть такой парк для людей с ограниченными возможностями? Началось все в 2017 году, когда был объявлен год экологии. Вот, эколого-биологический центр начал сотрудничать с Центром развития добровольчества города Рязани. И мы стали партнерами с эколого-биологическим центром. Мы начали вместе развивать разные экологические инициативы, акции и так далее. Педагоги помогали это все проводить, обучали наших волонтеров. Потому что на экологическое добровольчество очень специфическое. И тогда вот директор эколого-биологического центра Елена Харитонова часто говорила, что хорошо бы вот этот парк, на котором мы проводили мероприятия, адаптировать еще детей особенных, для детей с ограниченными возможностями здоровья. сделать вот эту среду, в которой мы все делали, доступной для этих детей. И вот родился такой проект «Доступная природа». И мы вместе, вот Центр развития добровольчества и вот эколого-биологический центр, сотрудники писали грант, фонд президентских грантов. И вот нашу инициативу поддержали. Насколько было сложно его реализовать? Все-таки понятно, картинка это одно, а уже поставить все эти зоны, это уж совсем другое. Очень сложно, потому что те денежные средства, которые были заложены в гранте, они, ну, мы не могли позволить себе на эти деньги нанять полностью подрядчиков, чтобы они все сделали. И большинство этих объектов, которые находятся в парке, почти все сделаны руками педагогов и волонтеров. То есть уникальные. Это уникальные вещи, да. И у нас уникальные педагоги вот в эколого-биологическом центре, которые сами это все вот сделали. Это, ну, невероятно. Мне казалось, что это волшебство вообще, да, что люди своими руками могут делать такую красоту. И учились многие объекты возводить прямо по ходу. Вы знаете, когда возникла такая идея обустраивать парк, мы ездили по стране, посещали разные объекты, в частности, очень много. Мы перенимали опыт в национальном парке Плещеевого озера. Ну, тоже смотрели, как у них организуются экологические тропы и так далее. Вот, Вера Павловна Чижова, сотрудник Московского государственного университета, нас консультировала там, приезжала вот по экологическим тропам тоже. То есть, ну, много партнеров, мы очень много наводили справки, тоже учились по ходу реализации проекта. Ну, вот кроме педагогов, кто еще помогал вам? У нас целый список партнеров. И вот Министерство образования, конечно, и молодежной политики, Министерство труда и социальной защиты населения. Наши центры, которые находятся рядом, это Центр дистанционного образования, дистанционной технологии. Вот эта школа как раз, которая обучает детей с ограниченными возможностями здоровья. Центр психолого-педагогической помощи у нас там находится тоже. Рязанская областная федерация гольфа, с которой мы стали... Что же они для вас сделали? Мы стали партнерами. И в рамках проекта у нас отдельная площадка в парке обустраивается под игру в мини-гольф для этих детей. Не случайно мы выбрали этот вид спорта, потому что он совершенно не травмоопасный. Дети с клюшками потихонечку, очень статично. Если наблюдать за этой игрой, кажется, что очень скучно. Но когда ты внутри, я потому что сам пробовал, участвовал с детьми в соревнованиях по гольф-питанку, это огромный азарт. Потому что любое малейшее движение все решает. И вот Рязанская областная федерация гольфа помогала нам обучать волонтеров. Волонтеры же будут проводить занятия с детьми. Вот обучать волонтеров. Вот в рамках грантовых денежных средств мы закупали дорожки специально для игры в мини-гольф. Вот областная федерация гольфа сама выступила спонсором и еще привлекла нам спонсорские деньги для того, чтобы побольше купить оборудование, клюшек, мечей и вот этих дорожек. Вы уже про одну зону рассказали. Скажите, какие еще там будут зоны, и как они совмещаются с тем ландшафтом, который там был? Да, у нас вот там вот в парке Юнатов, почему мы хотели туда дать возможность особенным детям посещать этот парк? Потому что это особенное место. В центре города, на территории более двух с половиной гектаров, раскинулся красивый дендрологический сад, в котором есть деревья, посадок мая 41-го года, еще до начала Отечественной войны. Потрясающее место, где произрастает очень много уникальных растений, которые не встречаются даже на территории Рязанской области, которые были привезены и подарены из-за рубежа в том числе. Там обитают животные и птицы, в том числе краснокнижные. И мы хотели привезти туда детей. И мы организовывали экологические тропы. Сейчас там организованы две. Одна для детей с инвалидностью колясочников, чтобы они могли проехать. Это асфальтированная дорожка. И другая экологическая тропа, выполненная из дерева. Тоже она по кругу уходит. И мы не вырубали там кустарники, деревья. Мы вписывали эти экологические тропы в наш природный ландшафт. Получилось хорошо. Но все-таки какие там еще есть зоны интересные, кроме гольфа? Гольф. И вот вдоль экологических троп идут разные объекты, естественно, научной направленности. То есть это такой отдых, релакс и, естественно, научное образование детей. И там есть грядки с ароматными растениями, высокие. То есть грядки со съедобными растениями. Сенсорные дорожки. Когда едет, например, ребенок с инвалидностью, он руками может потрогать разные природные объекты. Там шишки, горох насыпан. Чего раньше в Рязанской области в принципе не было. Нет, у нас нет таких объектов. Это такой уникальный парк для города. Можно подъехать к столику и составить какую-то композицию. Сейчас вот мы делаем бизи-борд, где дети могут руками там тоже работать. Вот для детей, которые ходят сами своими ножками и могут идти по деревянной экологической тропе, рядом есть сенсорная тропа, по которой можно пройтись босиком. Есть место для раскопок, где там мы сделали инсталляцию кости древнего ящера, который обитал на территории Рязанской области много тысячелетий лет назад. И там песочек. И в песке закопаны разные ископаемые, которые можно найти на территории Рязанской области. Есть у нас такая инсталляция. Наши педагоги сами делали кормушки, скворечники прибитые. И там все по технологии, как это должно быть. Ну, очень много интересного, вот таких вещей, всяких разных уникальных. Мы подсмотрели в национальном парке Плещеево озеро классную идею вырезать из дерева, из фанеры, животных в натуральную величину. Потому что люди не знают, как они. Все приходят, удивляются. Там, допустим, заяц такой щадит здоровый. И люди удивляются. Многие люди даже не знают, как вот они, животные на самом деле, каких размеров. Нет, ну кроликов наверняка видели. Кроликов видели. Но заяц больше. Ну, заяц он размером с собаку бывает, да, с хорошей. Вот там кабаны, то, что размеров с медведя почти, да, есть такие. То есть, и вот там лось у нас, медведь, лиса, кабан, бобр. И когда они среди ландшафта, когда издалека смотришь, особенно вечером, то кажется, что настоящее животное иногда даже страшно становится. Идешь там раз, медведь. И вроде знаешь, что... Ну, вот такие вещи. Ну, много там еще всего. Я так вот сейчас на память уже всего и не упомню. Ну, вот расскажите, как будет сочетаться отдых и обучение? Этот центр наш, там эколого-биологический, так и так в любом случае посещает много детей с ограниченным воздушным здоровьем, потому что там находятся специализированные учреждения для этих детей. Рядом. Да. Прямо в здании, да, рядом с парком. И мы будем организовывать экскурсии и обучение вот этих детей. И образовательный проект там будет, который тоже будет называться «Доступная природа», где педагоги и эколого-биологического центра будут обучать именно детей на природе. И вообще, вот именно естественно-научная направленность, идеально обучать детей именно вот на природе. Не в классе сидеть с учебником и тетрадкой, а выйти на природу и показать, научить таким образом детей. Различные экскурсии, просто там дети будут отдыхать. Вот наши педагоги потрясающие, проводят очень интересные экскурсии, замечательные истории про эти растения. Растений там очень много. И вот у детей возникает такой интерес к природе. А теперь скажите про педагогов. Готовите ли вы специально специалистов или уже кого-то набрали? Вообще, кто будет работать с этими? У нас партнерство с детским эколого-биологическим центром. Там замечательные педагоги, практики, экологи, которые проработали уже много лет. И они обладают такими способностями рассказывать ярко, интересно, увлекательно. Эти педагоги проводят экскурсии. И они же для наших волонтеров Центра развития добровольчества организуют обучающие семинары различные. Вот в частности по работе с детьми на экологических тропах. Волонтеры обучаются особенностям работы с детьми и с ограниченными возможностями здоровья. А дети, скажем так, здоровые, у которых проблем со здоровьем нет. Ну просто, допустим, школьники смогут прийти туда? Конечно, конечно. Парк открыт вообще с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов. Но если заранее какое-то мы договариваемся мероприятие, заранее заявка, экскурсия или какое-то мероприятие провести, целевое по проекту, то мы открыты к этому взаимодействию. Мы можем это делать иногда и в выходные, и в вечернее время. Такой практический вопрос. Как записаться на занятия? Просто позвонить, там есть у входа в парк баннер, там указано время, там указаны контактные телефоны. Можно найти меня в социальных сетях, например, и ко мне обратиться. Мы договариваемся с таким образом. Как зимой будет? Летом понятно, все красиво, все цветет, зимой как будет работать? Мы продумываем сейчас этот вопрос. Мы сейчас думаем, как организовать. Может быть, мы будем какие-то тропы тоже зимние делать, но сейчас пока ответ на этот вопрос нет. Отсюда следующий вопрос. Как будет дальше развиваться парк? Что-то на следующий год вы планируете сделать? Вы сказали, что часть территории освоена, да? Да, освоена часть территории. Та часть самая живописная, самая природная, где редкие растения, где, знаете, заходите в парк, там лютая жара в городе, туда заходишь, и в тенек, в прохладу, поют птички, то есть очень такое место замечательное. Вот эта часть освоена, но мы планируем идти дальше. В частности, вот наши партнеры, Центр психолого-педагогической помощи, предлагают нам установить специальные песочницы, там дальше на нашей территории, такой, знаете, специальный песок, который снимает стресс у детей, там песочницы, на которых проводят реабилитацию для таких детей. Но опять же, это планы на будущее сейчас, это опять нужны денежные средства, инвесторы, снова грантовая работа, потому что, к сожалению, не всегда в бюджете есть на это деньги. Вот с областной федерацией гольфа у нас есть планы проводить соревнования по мини-гольфу, причем примечательно, что в этих соревнованиях могут принимать участие дети с инвалидностью, с ОВЗ, и выводить наших детей на всероссийские чемпионаты по мини-гольфу. То есть делать и воспитывать спортсменов, вот этих детей ставить ситуацию социального успеха. В том числе мы планируем открытие в следующем году, опять же, привлекать инвесторов, деньги, грантовые средства, открыть площадки для диск-гольфа. Знаете, наверное, что такое? Корзина, и кидают специальные тарелки фрисби в эти корзины дети тоже. И инвалиды тоже смогут этим заниматься? Да, да, да. Для детей с инвалидностью, вот, и центр образования дистанционной технологии предлагает, ну, предлагает помощь и предлагает оборудовать площадку для игры в бочи. Знаете, что такое тоже, да? То есть очень много планов. Сейчас наша задача основная, вот, освоить федеральные деньги, отчитаться за них, и потом уже дальше опять работать с инвесторами, с грантами, и, ну, в том числе и с фондом президентских грантов. А какие-то новые животные появятся у вас или нет? Они, вы знаете, у нас там каждый год появляются новые животные. В том году появились гуси и козы, такие очень дружелюбные, которые там подходят дети, они с ними фотографируются. Чуть, да, в этом году у нас уже в террариуме нашем появились змеи. Вот, планируют еще пауков, больших паучков завести. Вот, ну, и, в принципе, у нас большой живой уголок, разнообразные животные, там и кролики, и разные птицы, попугаи, морские свинки, черепахи, хищные и нехищные, разные. То есть, ну, много всего. Вот, и когда мы делаем вот теплое время года и какое-то мероприятие, многих-многих животных, мы прям выносим в этот парк. Ну, и, конечно, там волонтеры стоят возле объектов, которые смотрят за тем, чтобы там дети, например, пальцы не сунули в рот красноуха и черепахи, да, ну, чтобы такого не произошло. Специальные инструктажи, стоят волонтеры, которые за всем этим смотрят. Ну, я вам желаю, чтобы все ваши планы, которые вы наметили, сбылись. О нашем зрителе, я напоминаю, что это была программа «Городские встречи». У нас был в гостях Николай Вештам, руководитель проекта «Доступная природа». Спасибо, что пришли. Спасибо. Наша программа подошла к отцу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова